В 2008 году на этом месте была построена футбольная площадка. Естественно, своими силами и на свои деньги. Тогда это была большая радость для жителей поселка, но сейчас она приносит одни проблемы. Те дети выросли и уехали, а вот площадка осталась бесхозной. Дети нынешнего поколения попытались возродить ее своими силами. Когда стенка упала, борт, получается, упал. Мы пытались своими силами построить стенку, которая обрушилась в течение 10 лет. На самой территории поселка находится много игровых площадок, но все они предназначены для маленьких детей. А вот подростки, получается, остаются не у дел. К счастью, на их попытке восстановить футбольную коробку обратили внимание взрослые. И не у всех есть возможность детей отправить в какую-то спортивную секцию или куда-то. И поэтому мы бы и хотели, чтобы они, раз уж мы живем так обособленно, и чтобы у них был свой какой-то уголочек. В прошлом году активисты «Тот зеленый уголок» обратились к городской власти с просьбой выделить деньги на реставрацию футбольной площадки, но безуспешно. В этом же году местный депутат выделил 300 тысяч рублей. Но мы подготовили смету. Этих денег нам не хватает даже на ограждение. И сейчас мы обращаемся к администрации нашего города, чтобы они нам помогли оформить кадастр и паспорт на эту землю, чтобы в дальнейшем мы могли построить на ней футбольное поле. К слову, в поселке «Зеленый» находится аж три ТОСа. И у каждого свое мнение на сложившуюся ситуацию. Футбольная площадка построена без соответствующих разрешений и не имеет кадастрового паспорта. Но интересно другое. Как выяснилось позже, ТОСы буквально вчера получили еще 100 тысяч рублей от местного депутата. А за 400 тысяч рублей можно построить и новую площадку. Народный избранник заверил, что теперь намерен разобраться, куда были использованы эти средства. Болот Шеребазаров, Софья Гуртовая, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.